Какая красота. Мини-водопадик. Мини-водопадик. Мини-Виктория. С самой горы он. Там есть столик маленький и два типа стульчика, да? Можно посидеть, слушать шум воды и общаться, либо кушать. С таким вот видом. Очень красиво, да. Всем привет, друзья. Привет. Виктория. И Владислав. На связи. Вот, и этот выпуск начинается у нас с Норвегии. Едем мы в небольшой городок Странго. Он находится на небольших таких островах. В общем, будет интересно, будет что показать, возможно что-то рассказать. В общем, по ходу движения разберемся, что да как. Вот. Везем мы замороженную картошечку. Везем мы ее с Испании. Позади уже где-то три с половиной тысячи примерно. Осталось нам... Сколько нам там осталось? Километров? Пятьсот. Пятьсот. Пятьсот километров осталось нам. Сегодня в полуночь мы приедем. Чуть позже даже, наверное. Отстоим паузу 9 часов. И завтра будем выгружать нашу картошку. Глубокая заморозочка. Минус 24 градуса. Вот. В общем, держим путь. Любуемся красивыми дорогами в Скандинавии. Красивыми видами. Красивыми озерами. Реками. Водопадами. Водопадами, да. Это самая основная, можно сказать, достопримечательность Норвегии. В общем, приятного всем просмотра. Чаек, кофеек ставим и погнали. Пу-чху. Пу-чху. Го, лет го, лет го, Виктория сейчас доедет еще два часика своих, потом буду я садиться. Очень красиво здесь, приехал вот автобус с людьми, и люди вот в лес, такой лесок небольшой, и пошли фотографироваться, кто-то там перекусывать пошел, класс, класс, конечно. Движемся сейчас по дороге Е6. Пока Виктория едет, ей еще два часика, потом будем кушать. Вот что мы будем кушать потом, сейчас пожарю шкварки и отварю картошечки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, какая прикольная гриль, друзья. Как походная газовая плитка, вставляется туда газовый баллончик маленький, но только это гриль. Стоит 50 евро. 50 евро стоит. Вот 600 норвежских крон, а есть такая подешевле. Только здесь уже баллончик не поставишь, как вот для дальнобоя, такая вот гриль, мне кажется, сама то было бы. Все, мы приехали на парковочку, сейчас меняемся, перекусываем, сходил кефира купил. Кефир стоит 2,5 еврика, не дешево, не дешево 2,5 еврика. Сейчас с картошечкой и со шкварками. Смотрите, какая крыша, необычно. На крыше земля, трава растет. Очень красиво выглядит, это необычно, прикольно. Такой у нас легенький перекус. Огурчики еще. И все это дело потом кефиром запьем и будем сыты до самой ночи. Очень вкусно, друзья. Бомба. Все, что с кефиром, это бомба. Картошка, любое там мясо, сало с кефиром, это вообще, я лично обожаю. А ты, Виктория? Обожаем. Мы еще раз идем в магазин, уже с Викторией. В общем, понравился нам кефир. Возьмем еще кефира и молочка надо взять, потому что Виктория сказала, что у нас будет 24-ка, получается. В среду нам надо ставить на 24-ку. И Виктория сказала, что сделает котлеты. Котлеты у нас будут с картошкой, с пюре. Надо еще молочка взять, вот, чтобы залить в пюрешку. И это все дело будем кефиром. В общем, на 24-ке у нас будут котлетки домашние. С куриным фаршем, с лучком, с чесночком, вот. Все, ребята, погнали. Взяли кефира, молочка. Моя очередь. Крутить баранку. Вот, хотели икры еще купить, но нету икры. Нормальной икры нету. Есть подделка. Нормальной нету. Где в Норвегии купить икры? Здесь много очень рыбы. Где нам купить икры? Мы уже просто много раз смотрели икру в разных магазинах. Нету икры нормальной. Есть галимая там по 2-3 евро. А настоящей икры нету. Ребята, в комментариях, пожалуйста. Помню, когда мы только начинали работать с Викой, то купался нам, а был один коллега. Он где-то говорил, помнишь? Да. Можно там что-то по 250-300 грамм. Не маленькие такие баночки. Там вроде как и не сильно и дорого. Можно купить. Но мы уже забыли, где он нам говорил. В общем, ждем помощи. Нужна икра. Красная икра желательно. В больших объемах. Все, погнали, покушали. Ушло у нас где-то 20 минут на все это дело. И теперь будем ехать. Осталось 316 километров. Уже такие сумерки небольшие. Каждое видео вам напоминаю об автошколе Амазоник. Это онлайн автошкола, где можно пройти обучение как на короткий, так и на длинный курс совершенно онлайн. Но есть одна новость. 20 октября в автошколе можно будет обучаться очно. И будут практические занятия. Поэтому вы можете выбирать, как вам обучаться. Либо онлайн полностью, либо на очной форме, где у вас будут практические занятия. Также, помимо этого, вы можете в этой автошколе сделать чип-карту, АДР, карту копыта делают они тоже для водителей только. И заменить бумажный код на пластик. Ребята, там прозрачные цены. Автошкола абсолютно честная, легальная. Все контакты на автошколу под видео в описании. Переходите на их сайт, переходите на их инстаграм. И там вы найдете все, что вам нужно. Ответ на любой вопрос. Связывайтесь с автошколой, задавайте любые вопросы, вам помогут ответить. Если вам нужен 95-й код, только автошкола Амазоник. 134 километра, друзья, нам осталось. Марахит, дождик. Мы едем, все во внимании. Чтобы не выбежал какой-нибудь лось. И не было шашлыка. Ни на улице, ни в кабине. Когда идет дождь. Друзья, мы уже видели две стаи оленят. Заснять не получилось, было это очень быстро. Едем сейчас аккуратно. Не торопимся. 50-60 километров в час. По бокам леса, поля. Вон, вон, вон. Где? Вон. Вижу. Вот это, да. Там, 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 там большой и маленький. Бля, как так его не видно будет. Капец. Такой здоровый станет. И до этого мы видели большой и там три маленьких. Да, три маленьких. Конечно, красота, блин. Не знаю, вообще, это какое-то божествие просто, когда диких зверей видишь. Мы сегодня, кстати, когда ехали перед Остла, даже видели, лося видели. Мы сегодняшечку едем, ребят. Торопиться не к чему. И вот, знаешь, они стоят и смотрят на нас. Кто это? Что это? Где? А, лежат. Не-не-не. Кто это? Коровы? Или лежал кто-то. Лежал только животных. Да. С твоей стороны. Я просто поздно заметил уже. Я не понимаю, там кто-то лежал. Коровы, тихлоиды были. Я не знаю. И они, короче, такие стоят все и взглядом провожают. Чисто такие. Привет. 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 Беларусь, привет. Посмотрели и поехали. Ну и дальше. Да, на нашем пути еще ни разу не встречались, чтобы бежали на нас там, под колеса. Все стоят и смотрят. Проложали без ребят. Да. Только вот, когда мы, помню, ехали, лоси по шестерке, там он в кусты бегал. А так, в основном, стоят и смотрят. Ну, говорят, что там, под колеса, да. Да. Давай, бежим. Коровы, пустим машинку. Кладби. Сейчас у нас впереди. Вот здесь уже можно немножко разогнаться. Очень красиво здесь, наверное, днем, потому что здесь сейчас огромные горы, речка вот вдоль дороги. Днем здесь, наверное, очень красиво. Дождь такой, ребята, знаете, противный. Морость чисто такая, сильная морость. Так, машинка, давай, там, отдаляйся. Мне надо отдавать ее на дальние, потому что здесь будем контролировать. Хорошо, что в этой скане сверху есть дополнительные огни своего рода, как люстра. И очень хороший свет получается, как для езды по Норвегии. Это очень круто. Здесь дальний неплохой, еще и сверху помогает. Продолжение следует... 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 На аварийку поставим. Машин нету. Пока, ребята! Сок, тут, блин, около 10-ти где-то. Так, мы уже съехали на дорожку 650. Осталось нам немного, осталось до парома, сколько, 30 километров, 32 километра. Там будем становиться на девяточку паромом, пойдем завтра. Дождь до сих пор моросит. Ну, чтобы завтра дождя не было. Будем на пароме идти, очень красиво будет. Желательно без дождя. Хотелось бы. Вот знаки, что лохи. Я думаю, сейчас мы еще кого-нибудь здесь встретим. В любом случае. 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 Три. 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 Четыре. Может на камеру не видно. Они очень маленькие. А вот здесь. Где-то шумит вода. Прям сильно шумит. Возможно. Большой водопад. Вика сейчас. Побежала. Смотреть. Где там водопад. Мы слышим. Что очень сильно шумит вода. Но не видно отсюда. В общем. Вика. На разведку. Побежала. Какая тишина. Классно. спалось вообще класс, ребят. Дождик перестал. Вот сюда придет паром. Вот он уже идет паром. Каждых полчаса ходит здесь паром. И на пароме мы на тот берег пойдем. Спокойствие такое. Класс. Класс, класс, класс. Иду теперь к Вике. Разведчик нашел водопад. Кричит, Влад, иди сюда. Сейчас посмотрим, что там за водопадик такой. Так, так, так. Тоже небольшой такой водопадик, но красивенький. Класс, да? Красота. Кругом одна красота. И вот красота. Э. ДОПЛОВА. ИРХИ. открыли смену как раз прибыл паром с машинки съезжают мы будем заезжать Маленький паромчик такой ребята идет он всего лишь 13 минут не успеем остановиться как уже пора будет ехать все отходим красота ребята наша машинка стоит а 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 Все, съезжаем с паромчика, ребята, прибыли мы в городок Странда. Коротенький паромчик. С красивыми видами. До выгрузки осталось 7 километров. 7,5. Как-то красиво было. Вообще красота. Мы в раю. Нас временно занесло в рай. Уже осень, ребята, вот листья уже падают. Уже не за горами, здесь скоро и зима будет, блин. Химия здесь суровая. Приехали мы на выгрузку. Вот одна рампа есть. Приехали на выгрузку. Вот, вертека там есть. Тормозим пока здесь, пойдем искать, смотреть, где, что и как. Сколько водопадов много по кругу, да, Зай? Со всех сторон, блин, красота. Встали под рампу. Сейчас нас будут выгружать. Вика делает завтрак. Сейчас будем кушать вчерашние шкварки с яйцом. Вот, хозяевка там хозяйничает. Выгрузимся и будем ждать дальнейшее задание. Мы уже его ждем. Интересно, куда мы поедем. Будет классно. Но это уже, ребята, будет в следующей серии. Этот рейс заканчиваем. Рейс был длинный. В 4000 километров. В 4000 километров мы проехали. Ну, с вами меньше мы проехали. С вами мы только в Норвегии включились. Мы с Испанией едем. С Мурсии этот рейс. Вот. Как-то так. Меняли колесо, кстати, на прицепе. В Испании. Получается, колесо, которое здесь стояло, оно варилось. Диск варился. Видно, может, треск был или еще что-то. И, получается, спускало колесо, колесо, где сварка была. Вот. Поставили запаску. То колесо, которое здесь стояло, в палетник закинул с той стороны. Это сейчас запаска стоит. Ну, запаска достаточно неплохая, как и колесо обычное. Наварочка. Везде наварочка стоит. Сюда запаску не ложил, потому что, возможно, придется забрать запаску, когда будет какой-то перецеп. Чтобы потом не скручивать с палетника. Заберем и все. Вот. Так, надо фриго стоп сделать. Сейчас сделаем фриго стоп. Посмотрим моточасы. Опа. Зай, пометь моточасы 47-41. Все, уже кушать готово? Да, уже остыло. Остыло? Все, иду. Ладно, топливо потом померю. Надо еще топливо померить. А то... Я уже опять не верю. Жена меня сейчас убьет. Да, потому что я только что... Я наложила, а ты спросила, все? Я говорю, да. И пошел. Пошел общаться с вами. Надо еще померить топливо, ребята. Когда выгружаемся, если у нас рефрижератор работал, смотрим моточасы, смотрим топливо, и потом в рабочем планшете, в Трансексе, указываем, сколько моточасов, сколько литров топлива у нас осталось. В Дании мы заправляли все это дело. Где-то 200 с копейками будет. Меряем топливо. Вот у нас. Хотя даже 200 не будет, наверное. 170 литров. 170 литров. Все, линеечку обтряхаем, чтобы она не капала. 170 литров. Сейчас это все дело вводим в планшет, когда выгрузка закончится. И на этом все. Пойдем кушать пока. Вот такой завтрак у нас. Яйцо, шкварочки вчерашние и сосиска. И еще огурчики будут. Огурчики, огурчики, огурчики. Приятного аппетита. Спасибо за завтрак. Все, друзья. Мы разгрузились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, всем спасибо за просмотр, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, ставьте звоночек, чтобы не пропускать следующее видео. Всем пока-пока, друзья, мы выгрузились, сейчас ждем следующее задание, и я думаю на следующее задание мы тоже включимся и будем снимать красивую Норвегию. Всем пока-пока, до новых встреч.